Мы подняли выручку в два с половиной раза. Гости, которые приезжают, спрашивают у меня, Саш, ты будешь сегодня на работе или нет, и так далее. По сути, я являюсь брендом, лицом и тем, кто создает направление ресторана. Как и говорил, что у нас каждый раз, каждый понедельник мы анализируем цифры. Блюда за 15 тысяч рублей не пугают нашей области. Красота, красота неописуемая. Приятного аппетита! Мы поговорили с тобой о том, что шеф, бренд-шеф – это важный и вообще ключевой персонаж создания концепции, продукта ресторана. Вот если говорить о продвижении, насколько важна роль шефа в этом аспекте? Смотри, как я считаю, это важно. Это то, что считаю я, и все же до этого говорил, то, что я считаю, как я. Я бы не завязывался на шефе. Будь я собственником бизнеса, я бы никогда в своей жизни не завязывался бы на человека, который не я. Вот прямо никогда. Все, это прямо точка, потому что он может уйти, может кинуть, ты можешь вложить в него деньги и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, если ты понимаешь, что… Это говорит бренд-шеферс. Есть с другой стороны, если ты понимаешь, и на самом деле сейчас тенденция, она больше к ресторанам no name. Есть много рестораторов, которые делают рестораны no name. Да, я бы не стал, но есть два варианта, по-моему, когда стоит пригласить человека, на которого продают люди. Это первый вариант, когда вы открываете вот этого человека ресторан, и он является собственником тоже этого ресторана. То есть он входит в долю, тогда он несет личное ответственность за все, и он не может просто так слиться. Это первая история. А вторая история, когда у вас ресторан находится не в том состоянии, которое вам бы хотелось, и вы перепробовали уже абсолютно все. Единственный вариант – это привлечь гостей вот именно на лицо. Люди идут на людей. Старый такой слоган, который прямо работает. Люди идут на людей. У этого шефа должен быть уже яркий, понятный… Которого вы занимаете, конечно, конечно, конечно. Вот ты как развиваешь свой личный бренд? На тебя же идут сюда. Смотри, есть тема про то, что когда я пришел сюда, вот тогда мы начали развивать мой личный бренд. То есть у нас немножко другие отношения с собственником, и они рабочие не всегда, опять. Да, но мы начали развивать мой личный бренд, когда я пришел сюда. То есть мы начали выходить на все интервью, журналы, абсолютно все, вести свой блог в соцсетях. Ты ведешь свой личный блог? Свой личный блог. Не Гильвеца, не там Мариуса или Кларета? Да, но при этом там написано, что я являюсь бренд-шефом Кларета и Мариуса. То есть это прямо Гильвеца. То есть это прямо важно, чтобы это было написано. Мы снимаем видео всевозможные, связанные со мной, неважно это рецепты, какие-то смешные видео и так далее. Я выступаю на всех мероприятиях таких поварского сообщества. То есть там «Завтрак шеф», то есть все, что связано на сцене, я выступаю. То есть я всячески, любое интервью, любое участие, там, не знаю, если нужно написать рецепт журнала «Аэрофлот», мы его пишем. То есть мы добиваемся того, что нам нужно это сделать для того, чтобы Александр Богданов там звучало. И это очень круто работает. То есть люди в какой-то момент начинают видеть, сниматься на телевидении, не заигрываться с этим, но там сняться в передачах, чтобы люди себя узнавали. То есть это потом начинает привлекать гостей в ресторан. Ты ведешь личные социальные сети, и что ты там, ну, какой контент выкладываешь? Я сейчас только начал этим заниматься, честно, потому что времени так много, и у меня сейчас есть человек, который этим занимается. Что мы делаем? Мы снимаем рецепты, мы снимаем какие-то эмористические, а-ля, там, знаешь, рилсы и так далее. Фото моих блюд, фото моих работ. И потому что это была моя визитная карточка. Условно, нужно прийти к кому-то, кто-то хочет, чтобы ему сделали меню, он заходит ко мне в Инстаграм, там только еда. Теперь мы это разбавляем какими-то личными историями. Ну вот, в общем, рецепты, какие-то зарисовки и красивые картинки. А, вот она. Я придумал одну штуковину. Две, две штуковины. О-ля-ля, о-ля-ля. О, я молодец. У меня куча идей. Окрошка русская, да с редисом, да с огурцом, да со сметанкой, да на хвасе, а? Да во дворике чудесном, приходи, люд русский, пробуй окрошечку. Эй. Что за красота, а? Красавчики, а это наш прекрасный Милфей. Тонкие, хрустящие коржи из самодельного слоеного теста. Крем, которым называем пламбир. Сверху свежие ягоды и вместе это просто какое-то невероятное наслаждение. Приходим, пробуем, радуемся. Эк-эк-эк-эк, люди добрые, стар да млад, пост идет, а значит, пора что делать? Приходите к Лоретте, что делать? Правильно, пробовать капусту. Только посмотрите, какую запеченную, значит, с грибами фаршированную зеленью в глине, испеченную, да, с соусом заморским, да марокканским, на основе печеных перцев, томатов и немножко такой остринки, пикантности. Сверху свежие листья салата. Посмотрите, красивые-то какие, да, с маслом таким кунжутным. Приходи, пробуй, радуйся и люби. Стоит ли какие-то праздники, события, не знаю, календарные дни в течение года используют для того, чтобы дополнительно привлекать или создавать события для людей, причину появления в этом ресторане? Все, что есть. Что вы делаете? Мы создаем какие-то, не знаю, спецменю обязательно на все мероприятия, которые есть, не важно, 14 февраля, 8 марта. Ну, давай вот обозначим, вот, например, какие вот уже в этом году, сейчас у нас март, начало марта, вот, что вы уже делали? 14-е, 8-е, вот сейчас мы готовимся, 23-е было у нас. До этого по спецменю мы сделали обязательно, у нас были бургеры в Мариусе, у нас уже в этом году были хот-доги, у нас сейчас будет шварма, у нас здесь спецменю обедены, шефы приглашают на обед в Кларете. У вас сейчас пасхальное меню, потому что начался пост, то есть, не пасхальное, а постное меню. То есть, мы все, что возможно, мы делаем, то есть, да, даже такие спецменю, как завтраки приглашают на обед, ой, шеф приглашают на обед, мы придумали историю, когда мы коммуницируем с другими шефами, и они для нас создают такое спецменю, как для них это реклама, для нас это такой инфоповод. Но опять же, мы сейчас прекрасно понимаем, что мы столько много делаем, что мы начинаем немножко... Вот это я как раз хотел спросить. Смотри, с одной стороны, вот эти поводы дополнительные, как-то наоборот, это дополнительный информационный повод привлечь внимание к ресторану, это повод для того, чтобы что-то написать, в тех же социальных сетях пререкламироваться и так далее. Но, с другой стороны, это постоянная проработка, это постоянное, там, соответственно, создание чего-либо и так далее. Вот как вы находите баланс? Ведь можно в этом просто элементарно захлебнуться. Пока не захлебываемся, слава богу. Но при этом... Как часто вообще это надо делать? Раз в месяц достаточно? Чаще? Раз в месяц достаточно, но есть момент, когда невозможно сделать раз в месяц, условно 14 февраля, 23 февраля, так или иначе, эти две даты не можешь пропустить. Поэтому тебе приходится. Но я советую каждое мероприятие, каждый какой-то день что-то делать. Просто выходить... Смотри, я тебе начал говорить не потому, что мы захлебываемся, мы не захлебываемся. Мы... Условно, мой рабочий день, это не 8 часов, а там 14. Но меня это вполне устраивает. И за это время я успеваю сделать много вещей, которые мне там для двух ресторанов. Но при этом мы настолько много даем инфоповодов, что уже, например, журналисты... Журналисты, мы поняли в какой-то момент, что они нас очень любят. Правда, все очень хорошо. У вас слишком много стало. У нас слишком много, правда. И они уже не могут. То есть, знаешь, как-то странно, что здесь, здесь, и здесь Богданов, и здесь. И мы в какой-то момент убавили темп. То есть мы делаем спецприложения. Но, например, мы 14 февраля не продвигаем, 23 февраля продвигаем. Пасхальное меню продвигаем, постное меню 8 марта нет. Положа руку на сердце, если бы не было, например, каких-то дополнительных, там, создания дополнительных меню под какие-то события или праздники, был ли бы, пострадал ли бы объем продаж от этого? Ну, так, положа руку на сердце или не всегда? Не всегда. Не всегда. То есть, тут вот вопрос, как не делать акции ради акции или там, какие-то, да, события? Так мы не делаем акции ради акции. У нас вообще нет такой задачи. Я не говорю про вас, я говорю вообще в целом. Что ты рекомендуешь? Нужно ли это всегда под каждый праздник делать? Или если ты понимаешь, что и так спрос есть, то, может быть, тебе не нужно? Нет, все равно должно быть. Какое-то обозначение этого праздника, все равно ресторанин должно быть. Потому что люди могут прийти, условно, у тебя блин и меню. А лучше блин и меню было. Блин и меню, и спросить, где блин. Ну, то есть, это же обязательно, что они у тебя просто были, хотя бы, да, чтобы ты мог дать человеку, который это делает. Но зацикливаться, например, на это не надо. То есть, условно, мы на 23 февраля не зацикливались. Мы подарили там гостю каждому мужчине была там рюмка водки, условно. И все. И мы не стали как-то акцентрировать на это внимание, потому что зачем? Да, то есть, ну, как бы у нас есть другие инфоповоды, которые дают нам возможность привлечь к нам гостей. Пост привлекает. 23 февраля вопрос. Да, 14 марта и без каких-либо дополнительных вещей люди к нам придут забронировать стол, потому что это... Как вы это планируете? У вас есть некий календарь событий. Насколько он вперед? На квартал? У нас есть календарь на полгода. На полгода. Проработанный календарь по датам, когда мы что хотим делать. Но на полтора месяца у нас есть вот точно то, что мы делаем. Насколько заблаговременно вы начинаете осуществлять подготовку? Полтора месяца. За полтора месяца. Что-то прорабатывать, что-то вводить. Да. Ровно полтора месяца у нас дом от момента проработки до запуска. Мы путем несложных вычислений, из-за пар, когда мы просто не вылезали, психовали и все, мы поняли, что нам нужно полтора месяца, чтобы все сделать комфортно, чтобы никто не страдал, чтобы мы вовремя вышли в информационный канал и так далее. Ровно полтора месяца. За последний год благодаря вынужденному развитию внутреннего туризма в стране увеличился рост номерного фонда отелей, а следовательно вырос спрос на услуги комплексного оснащения со стороны отельеров. Наши друзья из компании «Проект-2015» почти 10 лет профессионально занимаются вопросами поставки посылок. Проект-2015 предлагает решение по оснащению различных зон отеля, подбор мебели для банкетных и конференц-залов, оснащение номерного фонда, включая комплектование постельными принадлежностями, махровыми изделиями, аксессуарами для ванной комнаты и прочим необходимым инвентарем. В компании представлен широкий ассортимент униформы для всех служб отеля и поистине огромный выбор посуды, стекла и предметов сервировки для ресторанных зон вашего отеля. Большой выбор предлагаемой продукции обеспечивается благодаря сотрудничеству с ведущими мировыми производителями сегмента Харека. Широкая складская программа, оперативная доставка, наличие выставочных залов в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи позволяют компании стать надежным партнером рестораторов и отельеров. Компания гарантирует индивидуальный и гибкий подход каждому клиенту, а опытные менеджеры помогут в подборе ассортимента и оперативно предоставят образцы для проработок меню и тестирования. Внимание! До 1 июня действует специальная скидка 15% на весь ассортимент по промокоду Волов. Ссылка под этим видео. События. События много вообще. Я считаю, что вы очень много делаете. Все, расскажи об этом и как это помогает продвигать рестораны. Во-первых, надо понимать, я прямо буду об этом говорить, и часто, что мы работаем с агентством, и это важная история, потому что, да, должны быть люди, которые так или иначе вас продвигают, и все идеи, которые вы создаете, они должны продвигаться куда-то уходить дальше. Надо понимать, что это не работает, надо понимать, что это не работает сразу. Ну, то есть через месяц толпы людей у вас в ресторане не получится. Ну, вот, как бы вы, что бы вы ни делали, ну, нет. Это такой год-полтора интенсивной работы, дикой работы, тяжелой работы, но она будет. За эти два с половиной года, которые мы работаем, нет, полтора года, полтора года мы все работаем, с агентством, что мы сделали? Первое, мы сделали ужины. Их все делают все, но мы тоже их делали, ужины в четыре руки, когда ко мне приходит шеф, коллаборация. Когда ко мне приходит шеф из другого ресторана, мы с ним вместе делаем ужин, на который приглашаются люди. Это первый стой. Вторая история у нас были спецменю от шефов. Это тоже коллабы, когда у нас делали ребята какое-то из своих блюд, делали меню, мы ее вставляли в наше меню, тем самым привлекая гостей, потому что они у себя крутили. В чем преимущество? Можешь рассказать вот этой коллаборацией с другими ресторанами? Потому что мы привлекаем гостей из его ресторана, и аудиторию к нам, а нашу аудиторию к ним. То есть вы понимаете, что у вас есть пересечение по целевым аудиториям, это хорошо и для вас, и для них, потому что люди могут и к вам сходить. Причем это работает и в черте города, и по России. То есть условно мы понимаем, что в Санкт-Петербург катается кто-то из Москвы. Можешь чуть-чуть рассказать подноготную этого, как формируется такой бюджет, как делятся затраты на продукты или еще что-то? Как выручка делится, не делится? Вот почему тебе рассказать про это? Мы, так как мы работаем с очень мощным агентством, мы работаем всегда по одной схеме. Мы даем рекламу, причем очень мощную рекламу, на всех площадках, которые это возможно. И мы оплачиваем себе стоимость продуктов ребят, которые к нам приезжают, ресторанов. Это прямо четко. То есть продукты за вами? Продукты за нами. Если мы говорим об ужине в нашем ресторане, мы оплачиваем себе стоимость. Дальше все, что мы зарабатываем, это наше. Единственное исключение это было во время пандемии, когда мы, точнее, когда она заканчивалась, пандемия, уже все, она закончилась, решили открыть все. Мы взяли рестораны наших друзей и сделали ужины, где мы делили выручку ровно пополам. Просто без оплаты всего, мы просто эту выручку, как бы для того, чтобы и у нас создать какой-то инфоповод, и для того, чтобы ребятам тоже, как бы, да, после пандемии никто не хотел себе стоимости. Конечно, всем нужны деньги. Тебя приглашают на коллаборацию в другие рестораны? Да, конечно, часто. Сейчас уже отказываешь больше всего, потому что просто не успеваешь. Потому что я говорю, что на работе, продолжу большую часть своего времени. Ну да, приглашаю. Что еще? Вы делаете какие-то пикники во дворике? Да, 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 я сейчас, сейчас, потихонечку. Мы делаем коллаборации. Да, смотри, окей, про пикники. Мы делаем пикники. Это то, что мы нечаянно, мы даже не помним, как мы это придумали. Но это настолько сильно зашло, что уже был четвертый, который набрал почти 100 человек у нас во дворике, что было тесно, безумно, но с точки зрения концепции все остается. И это крутой инфоповод. Что мы делаем? Мы пригласили, в какой-то момент мы поняли, что нету, мы не собираем народ на ужины. Ну, то есть просто люди устали от гастроужинов. Их, правда, сейчас толкает великое количество. И мы придумали историю, когда мы приглашаем рестораны, дружественные рестораны. Два ресторана, третий мы, плюс один бар. И мы делаем такой пикник во дворе. Да, то есть мы меняем полностью двор. То есть, если это, не знаю, сбор урожая, это у нас такие сено, тыквы огромные. Все, если это китайский Новый год, то все в фонариках, запах Китая, китайский рынок. То есть мы прям меняем полностью. Там на три часа двор перестает быть вот этим вот европейским двориком. Он превращается в что-то такое тематическое. Ох, и день сразу стал приятный, солнечный и яркий. А это какой день? День древедень. 1 апреля. А в 19-й в прекрасном дворике отеля Гильвеца состоится невероятно крутой русский пикник. Уже пятый по счету. День древедень. Что же будет? Будет целовальник от Эль Капитас, будем мы, Мариус Экварен. Будет прекрасный русский ресторан Ля Кураж. Будем развлекаться, будем просто танцевать, будут скоморохи, будет все. И будем мы с вами, это самое главное. Давайте веселиться, радоваться и зажгать. Может, выльем воду, что нальем? Да какой выльем? Ты что, издеваешься, выльем? Какой крутой звук. Человек заходит, у него есть безлимитный билет, в который входит безлимитная еда и алкоголь. Три коктейля. Дальше он все уже докупает. Мы попробовали это в первый раз в середине лета, назвали это Экватор Лето. А у нас было 25-30 человек. Мы радовались очень, потому что, ну, круто же. Потом у нас был сбор урожая, это уже 50 человек. Новогодний, это еще 50 человек. Вот последний 94. И сейчас мы начинаем готовить следующий, уже с другими ресторанами. У нас уже есть запрос даже на эти пикники. То есть, условно, один из музеев, который скоро будет день рождения, обратился к нам с просьбой сделать пикник с их тематикой. То есть, люди уже идут на эти пикники сами, компании. И вот мы сейчас делаем новый. Мы просто прогреваем публику. И уже есть запрос там, да, причем такой хороший запрос на следующий пикник. То есть, от гостей. А как часто вот планируете? Мы зачастили, если честно. За полгода 4, это много. Вот 3, это раз в 2 месяца, это было бы идеально. Мы сейчас зачастили, поэтому немножко выдохнули, потому что у нас была куча идей. У нас есть желание делать 1, 2, 3, но мы немножко сейчас выдохнули. И так же за полтора месяца, да, начинаете эту историю прорабатывать, продвигать? То есть, одно мероприятие закончилось, начинаете сразу пошли делать? 2 недели, 2 недели отдыхаем. Ну, занимаемся другим, в смысле, не этим мероприятием, а дальше, да, занимаемся. Поиском ресторанов, концепции и так далее. То есть, это все мы делаем вот полтора месяца. Вот все-таки как найти вот эту золотую середину, чтобы понять достаточно и необходимый уровень такой активности? А мне кажется, ты делаешь, 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 потом понимаешь, что вот, вот сейчас много, все, успокоились, немножко откатились назад, вот делаем столько, да, норма, все, огонь. То есть, условно, мы сейчас делаем одно мероприятие раз в 2 месяца, большое, и 3 мероприятия в каждом ресторане вот за эти 2 месяца. Как вы анализируете эффективность любых событий, связанных с продвижением? Не только событий, но и вообще инициатив любых каких-то идей? Смотри, невозможно, смотри, невозможно проанализировать с точки зрения возврата публики, да, как бы, сейчас объясню. Смотри, если пикники, к нам приходят рестораны, они приходят за гостем. Это надо тоже понимать, мы им платим себе стоимость, и они приходят за рекламу и за гостем. Потому что у нас есть возврат с этих пикников те рестораны, которые мы приглашали. У нас был ресторан Кузня Круиз, ну, Кузня. И мы знаем, что к ним вернулось 40% гостей, которые были на этом пикнике. Да, надо там они делают специальные, по которым мы считаем карточки, неважно как, но мы прям считаем возврат. То есть, это хорошая история. Когда мы делаем это для себя, да, делаем рекламу, все, мы можем только вот в моменте этого пикника, мы понимаем, что у нас 94 человека. А дальше это как бы одно, второе, третье мероприятие дает нам, да, гостей. Вот я говорю, год. От момента, как мы начали работать до того, как мы увидели приток гостей, прошел ровно год. То есть, сразу это не ощутить. Но ни одно мероприятие у нас, оно не минусует. Вот, я как раз хотел спросить, важно ли, чтобы любое новое там меню или временное, которое ты выжил, событие, было в принципе само по себе окупаемым. А не просто, мы вложились, там ничего не заработали или ушли в убыток, но мы рассчитываем, что мы отобьем это в будущее. Важно ли, чтобы в моменте это отрубило? Смотри, мероприятие, да. Любое мероприятие, будь то меню, там, не знаю, пикник, ужин, он должен быть прибыльным и не должен быть убыточным. Мы недавно сделали спиваренной компанией одной нашей питерской, Московской, Российской. Сделали коллабу, и мы на ней заработали. И мы на ней заработали. Причем заработали прям, ну, хорошо. Это было очень хорошее, успешное мероприятие. Если мы говорим о том, что какая-то печать в журналах за депозит, то, конечно, это, ну, ты отдаешь деньги. Ну, условно депозит, да, ты отдаешь по-другому немножко. Ты отдаешь деньги, и это работа в долгую. Но мероприятия, которые у тебя находятся в ресторане, сто процентов должны приносить прибыль. Туда зачем они нужны? Очевидно, что, наверное, там, любой шеф, он должен также чем-то вдохновляться, какие-то черпать новые идеи, фишки. Постоянно просто. Как это делаешь ты, у кого ты, или как эти идеи ты черпаешь, чем ты вдохновляешься, как эти какие-то новинки, идеи, откуда берешь и как... Летают, перелетают, я их собрать. Да, да, отсюда. Книги, это прямо, ну, это у меня вовсе, у меня уже ругаются ребята, что у меня там вовсе книги уже ломают полки. Мы закупаем какое-то невероятное количество книг, переводим, читаем, мы в электронном варианте, мы прямо перее... По поварскому искусству, кулинарии? Да, 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 нет, кулинарные, кулинарные книги, само собой, там, именно так шеф-поваров иностранных, наших и так далее. То есть мы постоянно смотрим какие-то передачи, то есть, да, есть передачи про шефов, 5 выпусков, которые мы пересмотрели только 3, потому что очень сильно мотивирует, безумно сильно мотивирует. Путешествия. Путешествия – это то, что без всего жить вообще невозможно, потому что каждый раз я приезжаю, у меня куча идей, потому что я топ-то смотрел. Ты имеешь до путешествия, и ты сходишь в рестораны... Схожу в рестораны, схожу на рынок, схожу, пообщаюсь с людьми, схожу кому-то в семью поем, да, там, то есть... В каких странах ты больше всего черпаешь? Ну, где ты был, вот реально, что тебя вдохновляло? Отмывалось, слушай, тут невозможно сказать, Израиль, да, Азия, да, Израиль... То есть каждый что-то можно найти? Конечно, конечно. Привезти что-то, чтобы... Как ты изучаешь, куда идти? Как ты понимаешь, куда тебе в этом месте нужно идти? Во-первых, знакомые, да, есть очень много знакомых, которые рекомендации, обязательно рекомендации, и когда ты едешь куда-то, ты прям пишешь в социальных сетях, ребят, посоветуйтесь, что кто-то, и многие советуют. Во-вторых, это, конечно, гиды, всевозможные... Только TripAdvisor? Ну, TripAdvisor меньше, потому что, да, все-таки это такая история, она не про... О, я, кстати, пару раз ошибался, стоит топ-1, заходишь, думаю, боже... Боже мой, как, я ошибался так не один раз, и это прям для меня... Вот, а вот общение с гостями в ресторане, кстати, тоже мотивирует жутко, прям вот, ты выходишь к гостям, и с ними общаешься, ты говоришь, Саша, вот... Есть же история про то, что мне отзваниваются люди, говорят, что типа, Саша, попробуй, очень вкусно, попробуй, так-так-так-так, что-то я здесь чувствую, и все... Ну, и, само собой, общение с коллегами, это мотивирует, когда ты с ними общаешься, видишь горящие глаза, что вот, я сейчас делаю это, 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 и, само собой, ходить по ресторанам. Я когда-то сделал ошибку, у меня был товарищ, он есть сейчас, товарищ, который в моменте начал очень часто ходить по ресторанам, а я зациклился на одном своем, и я думаю, блин, ну зачем, зачем он ходит? Есть же вот книги, можно посмотреть все, а это была моя самая большая ошибка, нужно ходить, нужно пробовать, нужно смотреть сочетания, вкусы, что-то подчеркивать, не воровать ни в коем случае, но да, там вот здесь можно заменить это, 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 улучшить так, дополнить так, внести в свое блюдо, и это тоже очень сильно мотивирует. У тебя никогда не было эффекта Дмитрия Ивановича Менделея, которым приснилась периодическая система во сне? Тебе не приходят блюда во сне? Нет, во сне нет, во сне нет, но в какой-то момент ты идешь и думаешь, что так, вот это будет, наверное, неплохо с этим, просто не с того, там сидишь в кино, и такой, типа, если так попробовать, вот такое бывает часто. И тут, я тут же пишу шефу, типа, шеф, да, попробуй вот так, и вот так вот, и у нас там, если посмотреть нашу переписку, она постоянно вот в таких вот, давай вот это попробуй. Топ-3 шефа российских прямо сейчас, которые ты считаешь лучшими и которые, возможно, тебя вдохновляют? Мухин, Шмаков, вообще-вощей не проблема. Андрей? Да. Владимир Мухин, Андрей Шмаков и, наверное, Березуцкий. Своей неординарности. Вот, это три шефа, которые явно вдохновляют. Я могу назвать еще море, то есть это первые три, которые приходят в голову, да, есть еще Чистяков, который прекрасен, есть наших питерских шефов, да, которые, ну, поэтому нет. А если, скажем так, брать мировые такие вот, больше в глобальном аспекте, какие там, не знаю, топ, может быть, три ресторана, где ты был и о которых ты можешь сказать, вау, это прям вот, я запомнил. Я сейчас совру. Давай. Смотри, у меня есть, был любимый ресторан, я перевел его книгу, и это было для меня прямо вау, я готовил по этой книге, все, потом я попал в Сан-Себастьян, сходил в Мугариц, и до сих пор эта книга на меня усилирует. То есть, Мугариц как образ, да, как сам ресторан, нет. Вот как-то, я не понял этот ресторан, возможно, это только моя проблема, но я не понял этот ресторан вообще, он не про еду, он не про вкусы, я не знаю, он про эксперименты, но для меня он был странный, XO, стрит XO, и, наверное, что еще, потому что прям мотивирует. Я не был в Левен-Парке, есть такой ресторан Левен-Парк в Нью-Йорке, но все его книги и все рецептуры я изучил вдоль и поперек, и моя мечта попасть туда. Ну, уже к тому шефу, который там был. Вот это вот три ресторана, которые, да. В двух я был, в одном я перечитал все, перевел все, и я прям вдохновляюсь его работами, вау. Та тема, с которой мы начали. Если шеф становится главным фактором продвижения, на него идут, он везде участвует, понятно, хочет этого или нет, скорее всего, в общем, как ты правильно говоришь, люди идут на людей. Нет ли здесь вот в таком подходе риска для собственников? Да, огромный, я только с этого начал. Когда человек, да, вот, собственно, давай просто немножко про это поговорим. Нет ли у тебя вот в взаимодействии с Юнисом некой, ну, ревности, например, когда здесь там главный Юнис, на него идут, он хозяин этого дома, и тут появляется такой харизматичный шеф, на которого тоже идут. И если абстрагироваться уже от вашего кейса, вот, как ты считаешь здесь правильно выстраивать, вот, позиционирование шефа, чтобы, ну, собственник не рисковал слишком, с одной стороны, но при этом не страдал бизнес? Как вот это риск? По-любому риск, да, и тут, надо понимать, что и я, и Юнис очень горячие, ну, в плане, мы темпераментные ребята, все, и честно, у нас за эти два с половиной года было всякое. Ну, не увольняли, ну, да, ну, ладно, увольняли, я увольнялся, ну, то есть на словах, все на словах, то есть не было такого, что мы ругались, само собой, этого не может не быть, потому что мы два человека, два человека, которые, да, болеют делом, а Юнис болеют делом безумно, это нам тоже понимать, что для него это его ребенок, по сути, и он, конечно, переживает, что здесь происходит, а вдруг пришел я, на которого, по сути, ну, изначально, нет доверия, но пришел Саша, ну, да, хороший парень, готовит неплохо, да, хорошо, все отлично, но он же уйдет в любой момент, а я вкладываюсь, я вкладываюсь в рекламу, я вкладываюсь в посуду, в оборудование, в команду, в него, как, да, как рекламный продукт. Да, но теоретически ты уходишь, ты предполагаешь, что часть гостей за тобой пойдут куда-то? Конечно, и он это предполагает, и он, точнее, не предполагает, он это знает, и для Юниса это большой риск, был, это важно, потому что в какой-то момент мы поняли, что нужно найти точки соприкосновения, и мне кажется, мы уже их нашли, да, все равно бывают какие-то такие мелкие, такие, не ссоры, даже не надо сказать ссоры, рабочий момент, вот, рабочие моменты, которые, да, у нас есть. Но мне кажется, мы нашли точки соприкосновения, мне сделали условия, которые для меня комфортны, я делаю все для этого ресторана, чтобы, так, для этого отеля, да, мне кажется, чтобы его продвигать, и пока вот есть такой тандем, то, ну, зачем, есть много хороших примеров, когда шефы оставались учредителями, и делали невероятные крутые вещи, и входили в топ-50 мира. Ну, это нормальная история, брать в долю шефа, если часть успеха значительно. Да, конечно, если ты в нем уверен, если ты понимаешь, что этот человек твой, и с ним можно работать, и он, правда, горит тем, что он делает, а не перегорит потом. Я знаю много таких историй, когда брали в долю, а потом шеф просто перегорал, ну, зачем, зачем еще стараться, я же все, я ресторатор, и все, и на этом заканчивалась прекрасная, начиналась тяжба и так далее. Нет, если ты понимаешь, что это твой человек, который горит, который не перегорит, который будет так же работать, так же впахивать, делать все, чтобы зарабатывать, то, да, конечно, надо брать. Вопрос, что это единичная история, что это не массовая, да, что из, там, не знаю, десяти, мне кажется, только одна пара учредителя, да, там, собственника и шефа, когда она срабатывает. А ты, кстати, можешь назвать хорошие примеры, и тебе известны? Самый крутой пример, самый крутой, это White Rabbit, все. Где Мухин и Царьков, да, Царьков, все, это самый крутой пример, крутой пример, не знаю, может быть, я, да, не знаю, ну, давай так, нас с вами станем, это вот самый крутой пример. А какая доля Мухина, не знаешь? Нет, зачем мне? Понятно. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю когда-нибудь сделать рестораны, которыми я буду управлять, не стоять на кухне, буду их лицом, но не буду управлять, то есть не буду стоять на кухне, то есть буду управлять, все буду в системе, буду лицом, буду выходить красиво, да, но вот то, что там на кухне, придумывать позиции, все, то есть, да, творить, но не заниматься вот этой рутиной, которые там. Что тебе для этого нужно? Еще немного времени. Сколько? Ну, я думаю, года два, три, четыре, и надо к этому назначать. Сколько нужно инвестиций для того, чтобы вот сделать? Там все зависит от места, давай, не будем об этом, много, инвестиций нужно много. Мне просто интересно, да, ведь, ну, понятно, желаний-то мало, надо же. Я тебе больше открою этот секрет, что один знакомый нам человек с тобой уже задумался о том, что, может быть, открыть еще? Еще? Еще ресторан. Может быть, открыть? С тобой? Со мной, ну, конечно, со мной. Я понимаю, окей. Да. Тогда задам вопрос по-другому, что тебе для этого сейчас не хватает, что тебе нужно, чтобы прийти к... Да, я не считаю, что я знаю все. Мне нужно еще учиться, учиться, учиться и учиться, никогда не останавливаться. Мне нужно разобраться в бухгалтерском учете. Еще больше, чем я сейчас разбираюсь, да, потому что все равно моих знаний недостаточно. Ну, в экономике, наверное. В экономике, да, да, давай, в экономике. Мне нужно, в общем, да, потому что там хотел отдельно назвать, да, в экономике. Мне нужно в управлении много чего подтянуть. Мне нужно понимание, как работает вообще все системы и взаимодействие. То есть, нет, на самом деле, тут работы еще полно. Просто так выбегать и кричать, что я великий шеф, конечно, нет. Рано еще. Наверное, я никогда к этому не буду выбегать. Не свойственно мне. Но да, хочется. Но буду приходить к тебе и говорить, о, великий шеф. Знаешь, как это приятно? Знаешь, как это приятно? Не знаю, но я предполагаю. Когда к тебе приходят, говорят, слушайте, если бы Мишлен был, он бы к вам пришел. И ты стоишь, ну, это правда вызывает кучу эмоций. Такая крутая обратная связь, когда тебе гости говорят, что, слушай, мы тут ушли, погуляли, вернулись к тебе. Все. Это вот то, ради чего ты работаешь. Когда ты живешь тем, чем ты делаешь, это возвращает тебя от гостей. Все, это разрыв.